МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко, как сейчас происходит процесс подачи жалобы на недобросовестного продавца? Несколько лет назад в нашей стране заработали новые правила, четырехступенчатый механизм рассмотрения жалоб потребителей и разрешения потребительских споров. В чем он заключается? Так, на первом этапе досудебного урегулирования клиент должен отрегулировать возникший спор с субъектом предпринимательства, продавцом или услугодателем, самостоятельно либо с помощью своих представителей в лице юридических консультантов или адвокатов. Второй этап – обращение в общественные объединения потребителей, к медиаторам и так далее. Третий этап – обращение в государственный орган для привлечения к ответственности продавца или услугодателя. И заключительный этап – обращение потребителя в суд, если не помогли все три предыдущих действия. Это все обязательные стадии решения вопроса, которые прописаны в действующем законе. Но процесс в стране намерены упростить, чтобы каждый гражданин Казахстана имел беспрепятственное право на судебную защиту. Поэтому в новом документе досудебный этап регулирования оставляется, чтобы потребитель смог самостоятельно решить вопрос с субъектом предпринимательства. А вот этап обязательного обращения в государственные органы из закона исчезнет. Но главное предлагаемое изменение в том, что если продавец откажется добровольно устранить нарушения прав потребителя и возместить причиненные ему убытки, а суд удовлетворит иск общественного объединения потребителей, то с продавца в пользу данного объединения взыщут штраф в размере от 10 до 50% от удовлетворенной части иска, имущественного характера или от 5 до 50 МРП за иск неимущественного характера. Даже пока не приняли обновленный закон, потребителю необходимо отстаивать свои права. В соответствии с законом потребитель вправе обратиться в государственные органы, осуществляющие функции в сфере защиты прав потребителей не позднее двух месяцев с момента обращения к продавцу с претензией об устранении им нарушений прав и законных интересов, возмещения убытка, вреда вследствие недостатков товара в добровольном порядке. Продавец обязан рассмотреть претензию потребителя и в случае несогласия с требованиями в течение 10 календарных дней со дня получения претензии потребителя представить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально. Если в установленный срок продавец письменно не ответит на претензию или откажется устранить нарушения и возместить ущерб, то потребитель вправе обратиться в государственные органы, которые работают в сфере защиты прав потребителей. И еще один навалевший вопрос. Очень часто в магазинах можно увидеть надпись «Товар, купленный по скидке, возврату и обмену не подлежит» или «Акционный товар не меняем и назад не принимаем». Законны ли такие правила? Нет. Расскажем почему. Указанные выше формулировки вводят покупателей в заблуждение. Товар, приобретенный со скидкой, вы имеете право возвращать на таких же основаниях, что и товар без скидки. Согласно пункту 1 статьи 30 Закона Казахстана о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, чек об оплате в течение 14 календарных дней, если более длительный срок не установлен договором. Есть, конечно, и исключения. Закон не позволяет возвращать лекарственные средства и медицинские изделия на тельное белье, чулочно-носочные изделия, животных и растения, метражные товары, например, ткани, ленты, кружева, линолеум, багет, пленки, клеенки, не возвращают и абонентское устройство сотовой связи. Но это касается только небракованных товаров. Товар с дефектом возвращать можно и нужно. Что делать, когда продавец нарушает ваши права? Подать жалобу на сайте 3W и тетенющий KZ. Обратиться в Комитет по защите прав потребителей через год в Телеграм-канале, оставить жалобу на портале электронного правительства. Субтитры подогнал «Симон»!